Добрый день, дорогие друзья! с вами автосалон протюнинг меня зовут Игорь мы заварили чаек вы тоже присаживайтесь поудобнее потому что сегодня мы посмотрим леса 0 9 в динамике с вами был Игорь Негода. про внешний вид ли 9 мы уже рассказывали в нашем обзоре можете перейти на него как раз так и сейчас по всплывшей подсказки и познакомиться с ним уже полностью а здесь же хотелось бы рассказать о интересных функциях раскрыть некоторые нюансы по данному автомобилю которые у нас здесь есть во-первых самый главный вопрос который все задают это вот такая вот штуковина на крыше что это такое это радар который позволяет нам не просто показывает на проекции этой машины другие автомобили в потоке движения причем показывает он в очень широком диапазоне и можно управлять как угодно разметку дорожные знаки ограничения и так далее но и помимо этого с помощью этого радара и набора всех камер машина может предсказывать сценарий дтп даже если вокруг вас нет других автомобилей даже если это происходит ночью то есть с помощью всех этих умных систем машина строит вокруг вас безопасность еще одной фишкой которая будет плюсом при покупке данной машины является то что даже в базовой самой простой комплектации у нас имеются доводчики дверей в абсолютно во всех ли 9 это у нас есть за эту сумму даже у многих именитых брендов-производителей такой функции не бывает помимо этого дополнительно можно установить выдвижные пороги которые стоят на этом автомобиле и тем самым еще более удобно будет садиться и выходить из данного автомобиля особенно если вдруг вы припарковались близко между других машин чтобы не спрыгивать с автомобиля собственно не искать там где-то почву под ногами наступайте на порожек и спокойно уже выходите из машины и еще одной фишкой как раз таки мы раз мы уже заговорили о парковке вы допустим видите что имеется одно парковочное место очень маленькое расстояние между машинами ее можно припарковать с помощью вашего телефона при активации данной машины можно выехать либо заехать на парковочное место с помощью специального приложения ли авто ну во первых что хочется сказать как машина ведет себя на дороге если у вас стоит пневмоподвеска она мягче чем стандартная обычная подвеска на автомобилях и даже самом низком положении она идеально отрабатывает все неровности трещины и люки лежачий полицейский и так далее плюс еще ко всему во первых да это комфортно это очень хорошо и шумоизоляция данного автомобиля действительно на высоком уровне плюс она у нас ездит всегда на электротяге об этом тоже попозже расскажу двигатель снова настолько заряжает батарею и красный к это тоже сказывается на уровне шумов в автомобиле и здесь же у нас стоят двойные стекла как на переднем ряду так и на заднем поэтому уровень шума здесь просто минимальный даже владельцы этих автомобилей которые на них ездят заверяют что range rover в последних своих версиях автобиография так далее действительно громче этого ли сам лидею то есть это на самом деле поражает и ехать тут и как будто бы в отдельной капсуле находишься вдали от всего потока тебя ничто не отвлекает ты едешь расслабленно с большим комфортом куда угодно вот я думаю вы слышали шум я закрываю окно у нас абсолютная тишина в салоне слышно только все датчики оповещения о том что у нас вокруг находится автомобиль если вдруг мы перестраиваемся а так ничего остального нас не отвлекает про запас хода и агрегата которые установлены в данной машине как я и говорил она у нас передвигается полностью исключительно на электрических двигателях от электротяги и заряжается это все с помощью двигателя который у нас установлен под капотом это полтора литра бензиновые с турбиной бензогенератор который заряжает собственно саму батарею с одного бака топлива можно проехать до 1400 километров пробега всего один бак нужен для этого кантажа но опять же мы понимаем что производители всегда нас радуют такими классными цифрами большими несмотря на то что это электрокар либо стандартный автомобиль с бензином либо отдельным двигателем и так далее всегда эти цифры завышены здесь же люди которые ездят этих машинах уже на самом деле есть люди которые приехали там 30-40 тысяч на них то есть это уже показатель можно говорить высказывать какое-то мнение и они заявляют то что можно проехать с одного бака топлива на этой машине до 1000 километров пробега что принципе тоже впечатляет для автомобиля 1000 километров пробега с одного бака это просто безумные какие-то цифры и она на самом деле так и есть всего здесь есть четыре режима езды вплоть от полностью электрической тяги до полностью бензиновой то можно их смешивать больше электро меньше бензина и больше со стороны бензина и меньше электро на полностью электрической тяги если ездить только с электромоторами машина может проехать до 150 километров пробега что в принципе полностью достаточно для перемещения повседневного по городу если заряжать машину раз пару дней ну как бы у каждого свои потребности но среднего пользователя этого пробега будет вполне хватать для городского использования просто идеально но опять же если вам нужно поехать далеко не забываем про 1000 километров пробега мощность электродвигателя здесь составляет 449 лошадиных сил от 0 до 100 машин едет за 5 3 секунды казалось бы это не слишком какие-то впечатляющие цифры для современного автомобиля но учитывайте то что это полноразмерный современный кроссовер семейный который не нужен для того чтобы ставить рекорды какие-то ну и плюс к тому машина весит две с половиной тонны для такого веса для такой массы это очень хороший показатель очень круто выполнена мультимедийная система работает она на высшем уровне как я раньше говорил на листан l9 это самая лучшая система мультимедий 3 когда-либо встречал потому что в сравнении с тестой допустим многие знают что у тесла очень крутой экран который быстро работает вот я скажу что здесь это еще лучше исполнена самое интересное то что проекция которая у нас показывает все автомобили вокруг полном 3d изображение можно это все крутить вертик как угодно вам и она на самом деле видит казалось бы даже больше чем она должна видеть потому что вот допустим у нас впереди стоит грузовой автомобиль и казалось бы в мертвой зоне за ним а с 4 машины вперед видят то есть очень интересно сделано что все люди у нас здесь показываются велосипеды разметка конец дороги слева и справа когда машина видит сделано просто на высшем уровне возможно кто-то видел в ролике эрика давидовича то что автомобиль перестал разгоняться практически при низком заряде батареи она не ехала выше 60 либо 70 км в час сегодня эта проблема уже решена вышло обновление которое полностью это решает и машина может ехать даже с максимальной скоростью при низком заряде который здесь ограничена программно на 180 км в час вы уже знаете из нашего прошлого обзора то что весь салон здесь исполнен из кожи и это эко кожа не натуральная но на самом деле выполнена она просто на высочайшем уровне я думаю мало кто ее отличит от натуральной кожи потому что это у нас очень мягкая тактильно приятная кожа на по абсолютно везде где дотягиваются ваши руки и большим плюсом того что это именно эко кожа является то что она более износоустойчиво есть люди которые ездили на этих машинах по 30 по 40 тысяч километров показывают сиденья вот частая проблема бывает у немецкой тройки где салоны выполнены в некоторых комплектациях натуральной кожи бмв mercedes боковые части начинают трескаться кожа заламывается тисней немножко стирается здесь же такого не происходит и единственное что возникает это небольшая затертость самой кожи это все поправимо химчистка и регулярным уходом за материалами в салоне данного автомобиля и кстати можете сделать химчистку в наших тюнинг-центрах про тюнинг мы с радостью вам в этом поможем автомобиль передвигается очень плавно не только благодаря пневмоподвески которая здесь у нас стоит но и благодаря электродвигателям потому что у нас нет передач нет вот этих вот затыков между переключениями и машина идеально плавно разгоняется плюс у нас равномерный момент по всему разгону как раз таки за то что это электродвигатели и абсолютно не слышно как включается бензиновый двигатель при езде и даже когда мы стоим на самом деле то есть это абсолютно нас не отвлекает никакой вибрации никого шума не возникает из подкапотного пространства пока мы ехали абсолютно каждый практически каждый смотрел на данную машину внимание она привлекает безумная потому что во первых она очень сильно выделяется из общего потока как я и говорил до этого в нашем обзоре то что машины как будто бы из будущего мы живем 2023 китайцы делают машину уже из 2033 года и не только внешним видом своими интересными формами она привлекает внимание но и своим размером все таки это у нас большой седан с рядами сидений и он очень сильно выделяется своими размерами в потоке от остальных автомобилей в прошлом нашем обзоре я уже вам говорил про задний ряд автомобилей то что это одно из самых комфортных мест для передвижения потому что здесь очень много места можно управлять передним пассажирским сидением с заднего есть удобный столик на самом сиденье у нас естественно вентиляция подогрев массаж и различные настройки самого сиденья может она раскладываться полностью в лежачее положение как правое так и лево может здесь даже спать в принципе удобный подлокотник слева который настраивается по различной степени подъема справа тоже и еще одна небольшая деталь то что правый подлокотник у нас естественно есть на двери но он также продолжается еще и на дверном проеме допустим если вы высокого роста от двинулись максимально назад ваша рука не будет падать будет постоянный упор это мелочь казалось бы но как я всегда и говорю очень приятно когда про зрители заботиться о своих покупателях клиентах делая вот такие вот небольшие доработки в своих машинах особенно если это китайские автомобили потому что они только недавно начали производить но уже продумывают все эти мелкие нюансы еще хочется упомянуть про то какое количество здесь зарядных устройств по всему салону у нас имеется целых 6 избитые все портов два прикуривателя зарядки две беспроводные зарядки для телефонов спереди у передних пассажиров и водителя и еще одна полноценная зарядка розетка точнее 220 вольт чтобы можно было питать от нее любую электронику которую будете привозить собой поэтому точно вот сто процентов абсолютно все что вы будете возить с собой все гаджеты технику и так далее будет всегда полностью заряжен автомобиль действительно достойный и абсолютно стоит своих денег и вполне может конкурировать с немецкой тройки другими автомобильными брендами которые уже давно сформировались и показывают нам хорошие автомобили несмотря на то что это современная китаец которых многие еще боятся не зря это автомобиль года в китае и не меньше внимания он вызывает у нас в россии потому что соотношение всех этих характеристик плюс внешнего вида и все что он может вам показать это просто на высочайшем уровне этот автомобиль и можете приобрести в наших автосалонах про тюнинг и не только лично приехал к нам а также мы можем отправить его абсолютно любую точку нашей страны естественно это касается не только лет 9 можем подобрать для вас любой даже самый эксклюзивный вариант автомобиля поэтому скорее обращайтесь и не забывайте подписываться на канал ставить лайк и писать комментарии